Сегодня видео будет посвящено нашему главному хейтеру, которого мы даже знаем. И этим видео мы хотим сказать ему спасибо, так как он из раза в раз укрепляет в нас уверенность в правильности принятого нами решения о переезде. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Когда мы слово переехали, то многие друзья, знакомые, даже родные, открылись нам с новой, неизвестной ранее нам стороны. Наш переезд сформировал своеобразный фильтр и резко отсеял людей, которые, как оказалось, строили с нами паразитарный тип взаимоотношений. И кто-то может скажет, что у людей надо правильно выбирать. Может оно и так, но вот родственников уж точно не выбирают. А кто говорит, что друзья, товарищи, значит, выбирались как-то неправильно? Считаю, что такие люди сами еще не попадали в ситуации, когда дружба может быть качественно проверена. Я уверена, что такие люди либо прогибаются и оправдывают неприятные поступки своего окружения, боясь остаться в одиночестве, или боятся оказаться под гнетом стереотипов, типа «друзей выбираем мы сами, значит терпите». Частник чужих нам людей оказались лишены эмпатии и способности радоваться за других. Нашелся и тот, который уверен, что ему мы должны отдавать отчет о своей жизни, на что мы тут живем, откуда у нас доход, постоянно ищем в наших видео какие-то признаки лжи. Видимо, каждый судит от других в меру своей токсичности. Если человеку свойственно постоянно врать, значит, он уверен, что остальные тоже врут. Наш канал посвящен не инструкциям, как заработать деньги, а истории жизни в Турции иммигрантов из РФ. Мы с Вовой много лет мечтали о переезде из России по множеству причин. Но выученная беспомощность, которой страдают многие люди из стран СНГ, не позволяла нам принять однозначного решения. Сейчас лично я понимаю, что мы могли бы это сделать и раньше, но всегда находилась новая причина еще подождать, пока все это не дошло до критической точки. Когда изменился мир 24 февраля, мы тоже изменились. Мы осознали, что жизнь может неожиданно закончиться, а мы так и не успели сделать то, что хочется нам. А не то, что должно или то, что хотят другие, или то, что является шаблоном гражданского общества вокруг или даже близких и родных нам людей. Мы осознали, что мы едины в своих желаниях и просто обязаны слушать зов наших сердец. Мы поняли, что то, чем мы занимались раньше, не приносило нам не толики счастья, а было лишь в бесконечной погоне за материальными благами. И чем больше мы работали, тем еще больше приходилось работать. Вот такой вот парадокс. А после 24 февраля этого года потребности материальных ценностей растворились. И теперь мы здесь вместе, и мы счастливы. Но нас огорчает, что некоторые люди нас неслабо разочаровали. Не думал, что восстановление отношений с этими людьми возможно, так как вернуть утраченное доверие практически невозможно. Ведь червячок, недоверие к этому человеку селится навсегда, и отношения никогда не становятся прежними, к сожалению. К некоторым людям из нашего окружения появилась настороженность, и взаимоотношения теперь будут складываться соответственно. Такова психология. А нам не нравятся удары кораблей. Мы всегда все анализируем и делаем выводы. Все, чего мы хотим, так это жить в здоровом, дружелюбном обществе. И Турция смогла нам дать это. И наш хитер, написывающий нам пеленки токсичных комментариев, уже даже стал нашим любимчиком. Так прелестно он пыжится, старается и не ленится столько букв печатать. Очень целеустремленный человек. При его желании я могла бы провести ему несколько психотерапевтических сессий, чтобы напор его энергии направить в продуктивное русло. А у него будет аж два бонуса от нашей с ним психотерапевтической работы. Он сможет продуктивнее распределять свою энергию и перестанет испытывать мучительные мысли об источниках наших доходов. Как постоянному зрителю сделаю скидку. Оборвал, дай знать в комментариях, как решишься на это. А все остальные подписывайтесь на наш канал, пишите ваши вопросы в комментариях или в почту для анонимных вопросов. Также ставьте лайки. Мы вас всех любим. Помнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok